Ты хочешь сказать, окажите мне честь и будьте подружками невесты? Думаешь, ты пуп земли? Просто надень платье и не садись. Мы подружки невесты. Даже не думай. Этого я и хотела избежать. Думаешь, Бейли заметит, что я не пришла? Ты же подружка невесты. Ей нужно, чтобы за ней стояли люди, потому что за Беном стоит куча парней. У меня много работы. Да, потому что ты идёшь на свадьбу. На такие мероприятия надо надевать каблуки. Перестань. На каблуках чувствуешь себя высокой, уверенной, женственной. А моя пластиковая нога не приспособлена под каблук. Да ну? Это не пустяки. Почему все женщины в мире ходят на каблуках? Потому что все женщины дуры. Ты пойдёшь в балетках? С удовольствием. В них ты будешь приземистой. Ты назвала меня приземистой? Ты можешь хоть на секунду признать, что ты меня понимаешь? Я знаю, как тебе трудно. Это всегда трудно, и каблуки просто лишнее напоминание. Но ты такая красивая. Рядом с тобой люди сразу чувствуют себя ущербными. Это твой общественный долг быть на несколько сантиметров ниже. Жалься над женщинами на этой свадьбе. Побудь чуть менее красивой. Чуть-чуть. Да. 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 И опять стуфли. Не говори ничего, я и так себя глупо чувствую. Скажи Белли, что я приболела. Ты шутишь? Отнесись ко мне серьёзно. Ты даже не представляешь, каково это. Нет уж, поверь мне, я прекрасно понимаю, каково это. И мне это надоело. Ты такая же, как была раньше, только без ноги. По-твоему, это пустяк? Нет, нет, нет. По-моему, в жизни нет ничего важнее. И знаешь, так и было. Очень долгое время. И я поддерживала тебя всё это время. Смирись, наконец, прекрати ныть и начинай жить. Да, ты одноногая. Но мы идём на свадьбу, там весело и красиво. И никто не заметит дурацкую ногу, потому что все будут смотреть на Бейли. И может, хоть на один вечер нога исчезнет из нашей жизни. Из-за этой ноги я полгода не занималась сексом. Хватит про ногу! Есть вероятность, что я по ошибке посоветовала невесте сбежать со свадьбы. Что? Зачем? Я сказала, что брак это огонь, и бросить Бену у алтаря – это эффективное средство с ним покончить. Чудесно! Я пошутила. А она нервничала и не знала, то ли она не хочет свадьбы, то ли вообще всего. Замужество? Она нервничала. Как сильно? Тело не видит разницы между тревогой и восторгом, паникой и сомнением, началом и концом. Тело просто велит тебе сматываться. Иногда ты его игнорируешь. И это разумно. А иногда слушаешься. Ведь инстинктам надо доверять. И когда твое тело говорит «беги», «беги». «Беги». ?". Продолжение следует...